Качество игровых площадок в городе не выдерживает никакой критики. Дети боятся не то, что играть, а даже подходить к этим устройствам. Это было выявлено во время проведения рейда мониторинговой группы, созданной при поддержке Гражданского альянса от Роскообласти. Когда будут устранены недостатки, чем недовольны родители, смотрите в следующем сюжете. Жительница города Рауля Тугамбаева не позволяет своему ребенку играть на детской площадке, построенной во дворе их дома, потому что там опасно. Все устройства для детей сломаны и разрушены. Мы за своих детей, мы даже элементарно вечером после работы приезжаем с детьми на улицу выходим, потому что у нас, как вы видите, все у нас сломано. И там качели у нас, например, дети тоже ударяются, падают. И там качели у нас есть, как будто без ограждения, без ничего дети все падают. Десятки родителей таких, как Рауля, беспокоятся за своих детей. Опасаются, что из-за сломанных игровых устройств дети могут получить травмы. После трагедии в Алматы теперь будет проверена безопасность всех спортивных игровых площадок. Сейчас в Атрау насчитывается более 200 игровых площадок. По словам специальной мониторинговой группы, ответственность за разрушенные устройства несет не только Акимат, но и сами родители. Ответственность за безопасность детей несут обе стороны. К примеру, мы сами стали свидетелями того, как двухлетний мальчик играет внутри фонтана, который вышел из строя. Где его родители? Почему не смотрят за ребенком? Во время рейда члена мониторинговой группы объехали шесть объектов города. Теперь будут даны рекомендации компетентным органам по устранению недостатков, угрожающих жизни и здоровью ребенка.